итак коллеги добрый день давайте начинать меня зовут александр стародубов я руководитель проектов компании бейконсал рады приветствовать вас на бинаре посвященном геокартам бейсистема частности клик немножко в двух словах о нас чем мы занимаемся и о том что сегодня будем смотреть компания бейконсалт сейчас занимается системами бей на базе клип поэтому на сегодняшний день уже достаточно большую экспертизу работам с этой системой наработала и сегодня частности мы поговорим более подробно о возможностях геоаналитики система клип сама система клик появилась уже достаточно давно изначально была европейская затем американская в россии как раз 2009 года то есть развивается давно успешно и параллельно в европе была еще одна компания которая использовала свои собственные наработки которых дополняли инструментарий клика части геоанализа и вот буквально там некоторое время назад совсем недавно компания клик выкупила эту европейскую компанию и собственную линейку продукции включила дополнительный инструментарий по строению географической геоаналитической аналитики и с этим инструментарием мы с вами более подробно сегодня раз и познакомимся посмотрим как он выглядит что это такое и сделаем несколько примеров чтобы было понятней как с этим работать если по ходу нашего мероприятия сегодня будут возникать какие-то вопросы то можно их по завершении основной презентационной части я перейду к тем вопросам которые появятся могут и задавать походу можно будет написать в конце как раз и постараемся максимально подробно на них ответить и так сегодня мы будем очень плотно работать с одним источником данных возможности системы клик мы сегодня будем в меньшей степени рассматривать на эту тему у нас были отдельные вебинары поэтому основной акцент основной пор сегодня будет уделен конечно же именно геоаналитике и сейчас мы с вами очень подробно посмотрим тот источник данных с которым будем работать потому что в дальнейшем мы будем использовать те поля которые здесь присутствуют уже в явном виде и поэтому необходимо сейчас достаточно подробно и приступно смотреть на те данные с которыми мы будем работать здесь представлены данные компании которая занимается в ритейловой торговой деятельностью имеет ряд магазинов имеет ряд складов откуда осуществляются поставки в те или иные магазины но если говорить более подробно то бегло пройдусь по полям которые присутствуют наших источников данных первая табличка с которой будем работать эта информация о продажах магазина то есть здесь есть период дата когда осуществлялись продажи есть магазин да есть склад поставки в конкретный магазин магазин мы видим достаточно много складов гораздо меньше есть данные по обороту по продажам как в количественном так и в денежном выражении есть координаты магазинах здесь координаты вот эти дюйт и лонги дюйт это не что иное как широта и долгота здесь представлена справочное поле дистанция в первой табличке в принципе все дополнительно к ней связано идет справочник магазинов где более детально представлена информация по магазинам указан город район область где это находится опять же координаты первом случае мы видели координаты складов здесь мы видим координаты магазина и последнее поле полный адрес система гео с которыми сегодня будем знакомиться она воспринимает как координаты что для нее очень хорошо тогда практически без ошибок все происходит а также она воспринимает в качестве источника данных такую информацию как почтовый адрес информацию по городу области и так далее все сегодня посмотрим и третий набор данных самый маленький не связан с предыдущими двумя и нужен будет нам для отдельной демонстрации одной из возможностей здесь мы по сути видим информацию по наименованию районов и информацию по численности населения для того чтобы на нашей карте отображалась полезная информация вот в принципе с этими данными мы сегодня будем работать смотрели на них запускаем систему клик картографическое решение и далее работает как с двумя продуктами на компании есть клик есть продукт есть клик сенс и сегодня мы будем больше смотреть на клик сенс хотя повторюсь продукт работает и с тем и с другим создадим с вами новое приложение назовем не лом например карты открываем его как вы помните в системе клик сенс практически все действия осуществляются в режиме дракон да и поэтому для того чтобы наше новое приложение прям только что создать добавить данные мы берем мышкой перетаскиваем наш источник данных видим небольшое превью видим те таблицы которые нам нужны нам нужны первая вторая и третья где содержатся наши данные поэтому отмечаем их и нажимаем загрузить данные загрузка у нас прошла и дальше уже переходим более практической части интерфейс системы клик сенс знаком здесь в этом плане ничего не изменилось для того чтобы начать работать с картами айдевио необходимо дополнительно установить программное обеспечение которое опять же входит в в линейку клик после того как айдевио установили пролицензировали то в режиме разработки до в разделе кликсенсор связан с расширениями видим появляется дополнительно некий набор наименование начинается слово айдевио дополнительно появляется еще коннектор на который мы посмотрим чуть позже пока поработаем именно вот с теми расширениями которые есть для начала мы перетащим мышкой объект айдевио мэп нашу рабочую область можем его масштабировать это наша карта которая появилась она уже доступна здесь дальше особенностью айдевио мэп является то что измерения и выражения на эту карту в общем то добавляются не в саму карту не в самом объекте карты а рядышком в объекты слои это вот как раз представлены здесь чуть повыше это ария и поэтому для того чтобы настроить уже последующую визуализацию ее мы как раз будем в этих слоях дополнительно и настраивать для начала мы перенесем слой bubble layer разместим его рядышком с картой система предлагает нам добавить сюда измерения в качестве измерения мы выберем из нашего источника то что мы подгрузили это магазин в качестве выражения как раз добавим координаты у нас есть долгота широта для магазина добавляем их именно как показатели здесь выбираем среднее значение добавляем второй добавляем опять же как среднее наша карта уже отобразилась приобрела некие очертания здесь отобразились кругляшками именно координаты адреса тех магазинов которые присутствуют в нашем источнике данных которые мы перенесли сюда дальше работаем с этим же слоем добавляем его делаем его более информативным выполняем полезную информацию в частности возьмем поле оборот также перенесем его на слой опять же как измерение дополнительно выбираем уже опцию сумма и теперь наши шарики которые есть наши координаты магазинов они приобрели различные геометрические пропорции пропорционально значениям показателей оборот дополнительно можем перенести показатели количества следующий наш показатель который будет уже также возьмем по нему сумму который будет отображать и символизировать собой уже количественное отображение и регулировать цвет наших магазинов на этой карте для объекта в правой части представлены дополнительные окна по его настройкам дополнительные опции и поэтому можно таким образом перетаскивать значения добавлять их либо же можно в правой части делать в общем то все то же самое идем дальше добавим к тому слою который у нас уже есть добавим еще один на этот раз мы возьмем ареаловерх разместим его сюда рядышком сделаем более компактным в качестве измерения мы сюда возьмем наши города перенесем его мышкой добавим город сразу же мы видим такую картину что области если выйдем из режима редактирования будем как конечный пользователь смотреть мы видим область которая у нас символизирует собой город подкрасилась такой яркой заливкой то есть мы сразу видим результат на карте да это получилось в результате именно сопоставления наших регионов с имеющимися на iVideo сервис который содержит достаточно много различных данных то есть таким образом можно добавлять страны, области, регионы, города в том числе по почтовому индексу достаточно простой способ добавить географические данные если отсутствует информации по координатам в качестве альтернативной базы можно использовать GeoJSON или GML но не будем сейчас такие технические подробности выдаваться посмотрим на следующий момент как работает выбор когда у вас есть два слоя при этом слои можно отключать либо включать кликнув на них левой кнопкой мыши можно отображать либо скрывать один слой отображать второй слой в случае если мы работаем со всеми слоями и мышкой уделяем некую интересующую нас область на карте где есть оба слоя то у нас появляется попадающий список в котором мы указываем тот слой который мы хотим осуществить в данном случае мы возьмем город нажмем кей применить фильтр и видим что в текущую выборку у нас попало именно из того слоя который мы выбрали те значения которые мы отобрали при этом все остальные значения они продолжают отображаться на географической карте но магазины в наш текущий выбор уже не попадают так сохраним то что мы сделали перейдем к следующему добавим еще один лист это будет второй лист здесь еще один пример сейчас реализуем сейчас мы попробуем как раз визуализировать поставки в наши магазины со складов для этого начинаем с того что перетаскиваем в объект саму карту все операции начинаются с этого и дальше для этой карты уже как раз добавляем различные слои теперь мы возьмем слой bubble layer перенесем его добавим наши магазины по аналогии как мы делали с предыдущей картой то есть здесь мы добавим поле которое называется полный адрес и в качестве выражений добавим как раз координаты наших магазинов также берем перетаскиваем мышкой добавляем одну часть координат добавляем вторую часть координат вот мы видим у нас наши магазины образились на карте дальше пропускаем этап с цветовой заливкой пропорциями и так далее это сейчас не очень интересно да можем посмотреть еще дополнительно в разделе appearance какие настройки есть здесь можно регулировать цвета надписи легенду и так далее регулировать именно сами фигуры можем сделать не кружочки можем сделать квадратики при этом можно даже свой вид добавлять свои собственные фигуры полезно в случае если мы хотим именно свои кастомные картинки подгрузить логотипы либо еще что то в таком духе теперь мы добавим на нашу карту еще один слой еще один bubble layer здесь в качестве измерения мы возьмем наши склады склады поставки в качестве измерений добавим как раз то что у нас есть наши координаты складов также мышкой берем переносим добавляем уже связанные со складами вот мы видим у нас на карте уже кружочками образились именно склады квадратиками отображаются наши магазины кружочками уже отображаются склады дальше зайдя в режим редактирования третий слой который мы будем добавлять это как раз так называемый line layer вектор направлении для того чтобы внести информацию туда нам по сути необходимо будет в качестве измерения задать нашу конечную точку полные адреса у нас есть дальше мы уже должны будем указать именно формат координат формате широта-долгота таких данных в явном виде у нас нет поэтому мы немножечко скорректируем наш загрузочный скрипт добавим их на этом этапе поэтому переходим в режим загрузки скрипта видим секция которая у нас автоматически сгенерировалась когда мы подгружали наши аксельные данные и здесь нам необходимо эти координаты которые мы хотим использовать широта-долгота объединить добавим немножко кода его совсем немного но тем не менее чтобы не писать его я воспользуюсь такой в целях экономии времени небольшую шпаргалку подсказку по магазинам добавляем информацию которая будет связывать широту и долготу в единую координату будет называться дата геометрия 1 по магазинам проделаем точнее по складам проделаем такую же процедуру скопируем аналогичную конструкцию и добавим ее сюда в раздел скрипта по синтаксису как это все формируется очень подробно написано в справке которая относится кликсенс поэтому сейчас акцентировать время на этом мы не будем сохраняемся и прогружаем еще раз наши данные после чего у нас обновилась модель данных и добавилось два поля дата геометрия 2 и дата геометрия 1 возвращаемся обратно в наше приложение переходим на второй лист который мы формируем и здесь как раз добавим наш третий слой с векторами также мышкой перетаскиваем его в качестве измерения как я уже говорил используем наши полные адреса в качестве как раз координат для направления векторов те самые два поля которые мы только что создали добавляем дата геометрия 1 причем явно увидят и добавляем сюда же дата геометрия 2 выходим из режима редактирования здесь немножечко по другому мы видим идут стрелочки то есть сейчас они идут от магазина к складу что не совсем корректно поэтому в режиме редактирования мы просто поменяем местами наши два измерения для того чтобы это было более корректно дальше мы можем настраивать видопредставления этих стрелок в дополнительных настройках то есть мы можем отображать их выделять различными цветами хотим чтобы они были не красными не сливались а были скажем синим цветом да мы хотим чтобы отображалась линия в виде стрелки таким образом да в средстве их приятностроек вот видим подобного рода картина то есть мы видим как с наших складов в наши магазины таким образом куда отправлялись поста вектор направлении естественно дальше можно наворачивать сюда все больше и больше аналитики делать это более информативными вводить какие-нибудь наводящие всплывающие подсказки при этом просчитывать расстояние дороги и так далее то есть возможности здесь достаточно много в этом плане мы закончили давайте сохранимся и перейдем к следующему варианту что можно реализовать часто заказчики привыкли использовать такие слова как drill down проваливаться сверху вниз и в случае с географическими картами то же самое можно реализовать для этого зайдя в раздел дополнительных измерений мы можем как раз создать тот самый drill down который сейчас будем использовать выбираем опцию drill down проваливаться мы будем от города до магазина поэтому сначала возьмем город затем возьмем магазин в качестве наименования нашего измерения так и укажем город магазин добавим наше измерение с drill down и попробуем странировать карту как раз работает для этого мы берем начинаем как всегда все именно перетаскиваем нашу карту коллеги вижу тут вопрос есть ли у всех звук все ли хорошо хорошо ли меня слышно так я вижу что со звуком все в порядке поэтому если кто-то не слышит то необходимо в настройках на будущее предупреждаю посмотреть там можно различные опции выбирать и так мы формируем нашу карту создали новое измерение drill down стоящее с верхнего уровня города ниже магазин создаем новую карту добавляем туда слой который называется area player вот таким образом и в качестве измерения мы как раз туда добавляем тот самый drill down который мы только что сделали видим такую картину что первый у нас уже соревновался при этом можем покрасить дальше тут у нас разно немножечко некорректно не год а город зайдем вот сюда скорректируем здесь город город магазин теперь должно быть корректно добавляем город добавляем area layer в качестве измерения выводим выводим сюда город магазин еще раз теперь видим на карте две области по данным которые у нас есть мы будем проваливаться и дальше можем различного рода эксперименты провести с цветами например подкрашивать их в зависимости от измерения чтобы они разными цветами были ну и так далее и теперь добавим еще один слой который будем проваливаться будет у нас hitmap layer перетаскиваем его в него в качестве измерений добавляем тот же самый город магазин ну а в качестве мер уже добавим как раз наши координаты магазина вот мы добавили одну координату добавили вторую координату поскольку предполагается именно проваливание то есть второй слой не всегда должен отображаться то в настройках слоя есть такое поле как restrict breakdown здесь мы поставим единичку выходим из режима редактирования и видим следующую картину что на верхнем уровне у нас отображаются полигоны при этом мы можем кликнуть наш полигон выбрать его и провалиться до уровня магазина посмотрим такой момент так здесь у нас почему-то отображается давайте вот таким образом сделаем еще раз еще раз попробуем достаточно быстро создать наше новое измерение по drill down где еще раз берем город еще раз берем магазин в качестве древдауна берем город затем магазин называем его умер r попробуем еще раз не совсем получилось то что хотели логика мыслей понятна давайте попробуем быстро сделать еще раз добавляем areal r здесь мы выбираем наше измерение которое только что сделали вот она сформировалась дальше еще один слой это hitmap здесь также берем наше измерение drill down в качестве координат выражений используем широту долготу и в настройках слоя здесь ставим единичку выходим из режима редактирования сейчас попробуем еще раз то есть выбираем верхний слой который у нас есть говорим ok и проваливаемся таким образом уже до конкретных магазинов которые там есть еще раз повторю с самого начала да вот на верхнем уровне смотрим drill down по верхнему уровню по уровню полигонов наших территорий выбираем интересующий нас полигон соглашаемся с выбором и проваливаемся до уровня магазинов как мы это видели сохраним на всякий случай то что мы реализовали и пойдем дальше мы с вами посмотрели сегодня уже три основных момента да напомню первый просто отображение полигонов координат одновременно во втором случае посмотрели визуализировали направление стрелки потоки в третьем случае посмотрели реализовали как у нас работает drill down да от верхней территории там до магазина теперь перейдем уже еще одной части это коннектор со слоями в принципе здесь подробно смотрели переходим в режим скрипта загрузки наших данных помним часть из них формировалась автоматически добавим здесь новую секцию здесь мы создадим новое подключение после установки программного обеспечения появился вот такой айдевио геоаналитикс коннектор выбираем его создаем новое подключение назвать его как нам было бы удобнее фирмэпс делаем тестовое соединение видим что у нас все в порядке сохраняем появляется еще одно новое подключение если мы заходим в него то видим перечень того что позволяет сделать этот коннектор достаточно много здесь написано самое первое это операции которые могут быть использованы но самые распространенные это операции closest операция которая возвращает дистанцию между объектами в множестве операция интерсекс находит пересекающиеся объекты в двух наборах также подсчитывается сколько зон пересекается операция интерсекс мост работает просто как простые пересечения но возвращает наиболее пересекающийся объект для каждого набора дизол это то что мы сейчас посмотрим создание кастомных полигонов из более мелких ну и так далее по каждому в общем то из них как и по полям которые в дальнейшем можно заполнять есть достаточно подробная справка нажав на нее в вебе она откроется к сожалению она представлена на английском языке может и к счастью на языке оригинала без ошибок перевода транскрипции с большим содержанием вот и здесь можно более подробно посмотреть все настройки этого коннектора какие поля когда в таком случае как использовать вот ну мы с вами сделаем сегодня операцию дизол и заполним ряд полей из тех данных которые мы подгружали поэтому я вот обращал внимание на название полей которые у нас есть да и поэтому сейчас мы просто достаточно быстро оперативно внесем те наименования которые интересуют так и мы берем вот в в в Продолжение следует... 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 Добавим еще один слой AriaWare. Здесь в качестве измерения мы выберем нашего менеджера. В качестве мер вот здесь добавим как раз нашу... ...в нашу новую меру менеджер-диометрии. Вот она. Берем агрегацию. Получили следующую картину. Если выйти из режима редактирования, вот у нас два слоя. Второй слой мы пока отключим. Видим, что на самом деле районов территориально у нас достаточно большое количество. Если мы включим второй слой, видим, что они сокращаются. То есть в данном случае мы визуализируем ситуацию, когда некий менеджер отвечает у нас за несколько территорий. Кто-то за одну, кто-то за несколько. И мы хотим именно проанализировать ситуацию с нестандартным делением наших регионов, наших властей, которые могут объединяться, пересекаться между собой. Вот как в данном случае, когда один менеджер отвечает за несколько территорий, мы хотим, чтобы те территории, за которые он отвечает, они сливались воедино и представляли собой, в общем-то, единую такую закрашенную полигонную область. Для завершения работы с этим графиком добавим сюда еще один слой. Для того, чтобы было более наглядно проиллюстрировано. В качестве измерения добавим наши районы названия. И давайте, наверное, еще сделаем немножко другое цветовое представление о этого слоя. Скажем, animation или вообще просто сделаем одним цветом, но несколько другим. И вот синим. Вот таким образом, проиллюстрировав данную работу здесь, мы видим следующую картину. Вот у нас на карте есть полигоны, есть области территории. Точки – это отдельные районы, которые входят в них. В данном случае мы видим, что менеджер один, он на самом деле в одном слое, мы видим целиком весь его регион. Хотя при наведении мы видим, что его регион состоит из, на самом деле, четырех регионов. Но он отвечает целиком из него, и таким образом произошло объединение слоя. Сохранимся. Смотрели, с вами еще один пример того, что можно делать с картами. Идем дальше. Поскольку времени у нас остается не очень много, то несколько примеров мы посмотрим уже именно в реализованном варианте. То, что можно делать как с помощью коннектора, так и с помощью исключительно карты и слоев. Вот первый вариант дополнительный, который мы видим. Здесь как раз при увеличении можно построить, сформировать следующую картину. То есть здесь у нас есть наши магазины, несколько штук, которые отображаются красным цветом, и видим те районы, которые находятся на расстоянии 200 километров от магазина. Это было сделано с помощью коннектора. Там в явном виде указали расстояние 200 километров. И получается видим следующую картину. Есть некий район, который имеет свой территориальный центр. И расстояние от этого территориального центра до нашего магазина. При наведении мы видим, что в данном случае дистанция составляет 200 километров. Либо вот один из центров Санкт-Петербурга, наверное, Красногвардейский район. От центра этого района, при наведении действительно это Красногвардейский, от центра этого района до нашего магазина видим расстояние 7 километров. Таким образом, мы визуализируем наши потоки уже с учетом расстояния, которое можем задать на этапе формирования произвольным образом. Еще один пример посмотрим. Изовы то, что мы формировали. Такую вариацию можем посмотреть. То, что будет очень интересно, как правило, сотрудникам служб безопасности, имея на входе только данные по IP-адресам, точнее, сами IP-адреса, можно отобразить, визуализировать это на географической карте. То есть, если у нас сегодня в служителях присутствуют сотрудники службы безопасности, например, в банковской сфере, то это для них очень интересно. То есть, когда здесь таким образом можно визуализировать попытки предотвращения мошеннических действий, когда, например, одна и та же банковская карточка вдруг пытается совершить покупки за очень короткий промежуток времени, используя разные IP-адреса, и территориально можно посмотреть, что это совершенно помысл. Очень сильно далеко удаленных друг от друга мест. Еще один пример посмотрим. По геоаналитике. Возможность удобства повышения работы и кластеризации. Если отобразить все координаты на карте, которые имеются, в некоторых случаях их может оказаться настолько много, что картина, по сути, является не очень читабельной. Однако анализировать надо, делать какие-то выводы надо. Поэтому с помощью таких вот слоев, которые позволяет реализовать IDWL, эти точки, которые отображаются в первом случае просто массово в большом количестве, могут быть представлены в виде вот таких кластеров. Причем формат этих кластеров, их разбиение, толщину, цвета, естественно, это все регулируется в настройках. И, соответственно, вот эти полигоны, кластеры, которые мы формируем из этих точек, чем ярче цвет, тем больше точек содержится, можем регулировать дополнительно вот таким вот образом. То есть, если необходимо что-то детализировать, можем сделать таким образом. Выделить наш некий территориальный сегмент, проводиться более детально или же просто настроить немножко другое представление, сделать их мельче, больше, крупнее, более информативно, чтобы это было как-то более наглядно, более поддавалось анализу. Другими словами, вариантов по тому, что можно теперь реализовать, что уже называется штатными средствами кликов, без помощи каких-либо экстеншенов, расширений, штатный инструментарий значительно возрос. То, что можно сделать теперь, по сути, ограничивается теми реальными задачами, которые хотим отобразить, разграничить на карте. Поэтому здесь, собственно, большое спасибо компании Клик, что они наконец-то включили это в свою линейку. Благодаря этому возможности по работе с геоаналитикой, геокартами, они просто очень-очень сильно возросли. Как мы помним, у Кликсенс в штатном режиме есть объект карта, можно использовать его, на нем, по сути, будут отображаться те точки, координаты, которые мы зададим. Но если мы теперь хотим играться с различными слоями, делать какие-то более сложные вещи, то здесь как раз новый компонент iDev очень сильно может нам помочь. Так, в принципе, на этом у нас по практической части сегодняшнего вебинара все. На самом деле информации достаточно много. Старались ее компактно уложить в рамках отведенного времени. И сейчас можно перейти как раз к тем вопросам, которые появляются, либо уже появились. Стараемся на них на все ответить. Если вдруг какой-то вопрос останется без ответа, пропустим, либо еще что-то, всегда можно обратиться к моим коллегам, нашим менеджерам, они подскажут более подробно. При подсчете расстояния между точками рассчитывается расстояние по прямой. В тех примерах, что мы демонстрировали, для упрощенного варианта рассчитывается расстояние по прямой. Если мы хотим измерить расстояние с учетом различного рода маршрутов, то здесь также возможности присутствуют. В одном из наших проектов, когда мы реализовывали, мы измеряли, была задача примерно такая. Строительная торговая компания со своей базой развозит по городу материалы конечным клиентам, либо физическим, либо юридическим лицам. И нужно было, по сути, очертить то расстояние, куда можно было доставить грузы с этой базы за 15 минут, с учетом еще и пробок. Достаточно такая нестандартная и сложная задача. Там использовалась еще дополнительная аналитика инструмента «Аргиз» картографический. Но здесь, по сути, тоже достаточно сложные вещи можно делать, и не только прямой. Оценивать расстояние. Так, поддерживается ли подключение к внешнему БДР? Здесь, в плане подключений к источникам данных, откуда мы забираем наши данные, вот это картографическое дополнение не имеет отношения. Это все выполняется именно штатными, стандартными средствами клика. Клик, как вы знаете, подключается практически к любой базе данных, начиная от наиболее известных структурированных, и заканчивая плоскими файлами, как Excel мы сегодня посмотрели, с системами SAP, 1S, Teradata для них есть специализированные коннекторы, так и различные веб-сервисы. С помощью API можно подключиться как к ним напрямую, так и с помощью различного рода коннекторов, которые, опять же, в линейке клика с недавнего времени стали присутствовать. С их помощью можно подключиться как к Google Analytics, с Яндекс.Директ, начиная от них, и заканчивая YouTube, ВКонтакте, Facebook и так далее. То есть, варианты по подключению к источникам тоже очень-очень обширные. Следующий вопрос. Айдевио стоит денег или он бесплатный? Да, Айдевио, поскольку продукция клик, она не бесплатная, она платная. И Айдевио и раньше был не бесплатный, просто это была другая компания. Сейчас клик в свою линейку его включил. Он стоит определенных денег. По стоимости сейчас сложно будет сориентировать, потому что он идет именно в сочетании с ClipU, либо с Clicksense. Отвечаю сразу на следующий вопрос. Да, с ClipU тоже работает. И для реления стоимости, там не все так прозрачно, просто очевидно, что можно было в двух словах это сказать. Это лучше дополнительно проговорить, потому что здесь идет симбиоз систем, и у них немножко разное будет лицензирование. Что делать, если есть база из 20 тысяч адресов, но нет данных по широте и долготе? В принципе, в сегодняшнем примере мы уже смотрели, как у нас подтягиваются данные именно не только на основе координат, которые мы использовали, но также еще и с помощью адресов. В данном случае сервис очень успешно распознает как в таком виде представленные адреса, так и отдельно какие-то конкретные города, области, территории. Поэтому если нет координат, то такой адрес тоже вполне подойдет. Нужно смотреть, пробовать. И сегодня у нас получилось в одной из демонстраций использовать именно такого рода адреса. Так, я в интернете находил сайт, на котором есть база, индекс, город, геокоординаты. В чем вопрос не совсем понятно. Так, отображение географических расположений и адресов на карте по адресу регистрации адресов. Да, здесь идет отображение по адресу регистрации в штатном режиме, который сегодня демонстрировался. Если в большинстве случаев именно это и нужно. Если требуется там что-то другое, возможно, есть какая-то дополнительная информация, которая потребуется. Надо смотреть. Может быть, она содержится в источнике данных, которые на нее необходимы. Необходимо эту информацию просто добавить и отображать, использовать ее в отображении. Так, ну, по лицензированию отдельная, в общем-то, тема, как я уже сказал, потому что есть там разные варианты по использованию как графического дополнения iDevio, так и с учетом базовых систем Click, ClickU либо ClickSense. Там тоже все не так однозначно, чтобы это было в общем можно рассказать. Поэтому вопрос по лицензированию предлагаем обсуждать уже как-то более индивидуально под конкретные задачи, под конкретные спецификации. Так, коллеги, еще какие-нибудь вопросы? Вопрос с iDevio – это карты плюс функционал Click. Да, iDevio – это, по сути, дополнение к функционалу Click. Клика – дополнение именно в части геоаналитики. В качестве базовой системы используется Click, либо ClickU, либо ClickSense, а iDevio – стандартные возможности Клика дополняет вот такими графическими решениями. В двух вариантах, да, в двух дополнениях. Первое дополнение – это, собственно, карта и те слои, возможности по слоям, которые мы можем здесь реализовывать. И второе дополнение – это коннектор, который мы тоже сегодня посмотрели в действии. С ним можно еще дополнительно обрабатывать данные, которые имеются на входе, для того, чтобы в дальнейшем их можно было визуализировать. Так, ну, похоже, что по вопросам на сегодня все. Больше вопросов я не вижу. Если возникнут какие-то вопросы, дополнительно можно обращаться всегда либо к нашему менеджеру, нашим сотрудникам, которые занимались организацией этого вебинара, либо можно попросить связать при необходимости со мной для конкретных вопросов, конкретных обсуждений. Напомню, меня зовут Александр Стародубов, я руководитель проектов в компании BI Consult. Ну, и хотел уже завершить. Тут еще возникла пара вопросов. Очень кратко тогда о них отвечу. Интерфейс коннектора англоязычный или есть переводы? На текущий момент он пока только англоязычный. Перевод появится, наверное, в ближайшее время. Точно даты выхода вендор пока не заявлял. Поэтому работаем с англоязычным. При изменении исходного файла Excel изменятся ли данные в клик? Здесь вопрос, скорее даже не к картам, а к тому, как работает клик. Он подтягивает данные из источника по расписанию. Соответственно, если в источнике данные поменялись, то при следующей автоматической загрузке обновлений данных в системе клик они тоже изменятся. Коллеги, спасибо за внимание. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok